Здравствуйте, дорогие телезрители! Александровская колонна – один из главных символов Петербурга. Торжественное открытие памятника на Дворцовой площади состоялось 180 лет назад, 11 сентября или 30 августа по старому стилю 1834 года. Информация, взята из газеты «Аргументы и факты», за сентябрь 2014 года подготовила журналистка Елена Петрова. Памятник в честь победы императора Александра I над Наполеоном задумал младший брат триумфатора Николай I. От его имени был объявлен конкурс. Николай же утвердил проект француза Агюста Монферрана. Колонну, высотой превышающую Вандомскую, установленную в честь Наполеона в Париже, вдохновляла архитектора и знаменитая колонна императора Трояна II века в Риме. Монферран сделал свой монумент выше всех существующих в мире – монолитных колонн. 47,5 метров. Реализация проекта заняла почти шесть лет. Подходящую гранитную скалу архитектор лично отыскал в Финляндии, недалеко от Выборга. Работу вели русские каменокесы. Сначала они отсекали гигантский монолит, потом с помощью особых приспособлений опрокинули его на подстилку из елового лапника, где и обработали. В это время на берегу залива был сооружен специальный причал – Ибот Святой Николай, грузоподъемностью 1100 тонн. Колосс погрузили на борт судна. До Дворцовой набережной его буксировали два парохода. Колонна прибыла в Петербург 1 июля 1832 года. На Дворцовой площади работы кипели еще с 1829 года. Сначала провели геологическую разведку местности. И на глубине 5 метров нашли подходящий песчаный материн. Под основание монумента забили 1256-метровых сосновых свай. Затем котлован залили водой и сваи срезали по уровню водного зеркала. Это обеспечило безупречную горизонтальность площадки. Фундамент соорудили из гранитных блоков. В центр заложили бронзовую шкатулку с монетами, отчеканенными в честь победы 1812 года. Сверху водрузили 400-тонный гранитный пьедестал для колонны. Предстояла самая сложная задача установить колонну. Оригинальную подъемную систему предложил генерал-лейтенант Бетанкор. В нее входили строительные леса высотой 47 метров, 60 кабистанов, лебедок с барабанами для подтягивания груза и система блоков. Еще одну систему блоков установили на вершине лесов. По наклонной плоскости колонну подкатили на платформу у подножья лесов и обмотали кольцами из канатов. Их свободные концы закрепили за кабистанты на площади. 30 августа 1832 года. Посмотреть грандиозную установку собрались масса народу. Зрители заняли даже окна и крышу главного штаба. Прибыли государь и вся императорская семья. Для приведения колонны в вертикальное положение привлекли 2000 солдат и 400 рабочих. Каменная глыба наклонно приподнялась, поползла, а затем оторвалась от земли. И ее завели над пьедесталом. По команде канаты были отданы. Колонна плавно опускалась на место. Весь процесс занял 1 час 45 минут. Народ кричал «Ура!». Император патетически сказал архитектору «Онферран, вы себя обессмертили». После установки оставалось выполнить окончательную обработку и полировку колонны. Укрепить на пьедестале бронзовые барельефы, прославляющие победу русского оружия. На барельефе, обращенном к Зимнему дворцу, две крылатые женские фигуры, держат доску с надписью «Александру I. Благодарная Россия». Колонну увенчала фигура ангела, выполненная скульптором Борисом Орловским. В левой руке ангела крест, попирающий земле поверженного неприятеля. Правая рука, вознесенная к небу. Голова скульптуры наклонена вперед, взгляд устремлен на землю. Чертам лица придано сходство с Александром I. Рост ангела больше 4 метров. Он превосходит фигуру Наполеона на Вандомской колонне. Скульптура держится на пьедестале за счет собственной бронзовой массы. На доработку памятника ушло два года. И вот наступило 30 августа, 11 сентября по новому стилю, 1834 года. День освещения и торжественного открытия монумента. Присутствовал Николай I с семьей, дипломатический корпус, 100-тысячное войско. У подножия колонны состоялось богослужение. Царь и войска молились колено преклоненно. Затем на площади состоялся парад. Поэт Жуковский вспоминает. Никакое перо не может описать величие той минуты, когда по трем пушечным выстрелам вдруг из всех улиц, как будто из земли рожденные стройными громадами с барабанным громом, пошли колонны русского войска. Два часа продолжалось сию великолепное зрелище. Кстати, для проведения парада по проекту все того же Монферрана построили один из самых широких мостов на Мойке. Певчерский. Певческий. Петербуржцы были в восторге от нового монумента. И в то же время боялись, что колонна упадет, ведь она стоит только за счет собственного веса, который, впрочем, составляет 600 тонн. Чтобы развеять страхи, Монферран взял за правило каждое утро прогуливаться с собачкой прямо под столбом, что делал почти до самой смерти. Был еще один страх. Утверждали, что под дворцовой площадью находится месторождение нефти, и колонна служит затычкой, иначе фонтан нефти может вырваться наружу. Есть и вполне современное поверье, когда в Александровской колонии приезжают молодожены, жених должен на руках пронести невесту вокруг столба. Сколько раз обойдет, столько и детей родится в семье. Вот такая вот замечательная статья, посвященная созданию Александрийского столба. Высотой 47 метров, архитектором которого являлся Монферран. И процесс установки занял чуть менее двух часов, в котором участвовало более двух тысяч рабочих, более двух тысяч солдат и 400 рабочих. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok